Добро пожаловать в Россию! Мы такие салаты будем делать, потому что на Новый год у нас планы прям грандиозные, пока все не буду спойлерить, но вот сейчас уже буквально сколько? Неделя осталась до Нового года, следующую субботу будет как раз рождественская ночь, правильно? Так называется? Да, и нужно готовиться, нужно заранее спланировать все, заранее все сделать, потому что, ну блин, Новый год он празднуется не одну ночь, а наперед, и нужно, чтобы как бы все было готово и не париться потом в будущем. Что вначале нужно сделать при этом? Сделать список. Новый год – время волшебства. В этом году вас ждут целых два волшебных подарка. Некомутье полов и хроник и лакеров. Да, но все равно сегодня нужно повыбирать. Кстати, если кто-то следит за вот этим делом, сейчас на улице минус 32 градуса. Я надеюсь, что в новогоднюю ночь будет гораздо теплее, потому что... Ну вот не могу я спойлерить вам, не могу я сейчас сказать, что мы будем делать, но будет круто и очень хочется, чтобы было тепло. Ну а сейчас пойдем подготавливаться, закупаться всеми теми вещами, которые нужны на Новый год. Нужно сейчас оставить список, придумать салаты, придумать еду, придумать план. Мы сейчас, короче, набираем, придумываем рецепт... Какой рецепт? Блядь, мы сейчас придумываем список товаров, которые возьмем с собой. Ксестер, которые мы купим, привезем домой, из которых мы приготовим и которые нам понадобятся еще в будущем. Вот сейчас какой-то сайт неопределенный и венечности нашли их. Гуглим тут разные, типа, салаты и слушаем музычку топ-50 самых красивых песен для Рождества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, мы вернулись домой и что-то на улице вообще так холодно и мы набрали кучу всякой еды. Сейчас будем распаковывать все и настолько все тяжело, что решили на такси назад поехать. Много вещей пойдет на Новый год. Многие из этих же вещей пригодятся для кое-какой секретной движухи, про которую я пока не буду говорить, потому что пусть будет сюрприз какой-нибудь. Пока на этом все. И следующий кадр, исходник. Я даже не знаю, когда произойдет. Не важно, короче, увидимся, когда увидимся. Кажется, произошло рождественское чудо и обычный виндовый ПК стал немножко макосик. Даже не знаю, что здесь с ним делать. Так, ребят, наступило 31 декабря. Дома все сделано. Замучены все салатики, всякая еда готова. Чистота, все ставили как надо, а сами ушли с утра, все время, часов 11 вышли из дома и в путь. И скорее всего сегодня, ну не скорее всего, 99% на то, что сегодня мы домой не вернемся. Ну почему так? А сейчас мы доберемся до того места, куда мы собрались. И оттуда уже всё вам расскажем, покажем и объясним вообще, в чём сегодняшний план. Мы доехали до Красноярска. Мы сейчас находимся в отеле Метелица. И вот наш план. Сейчас мы заселяемся сюда, ну мы уже заселились, вот мы сейчас в нём находимся. Потом мы, собственно, собираемся. Сейчас немножко передохнем с дороги. Потому что в автобусе всё-таки, ну вы знаете, укорачивает там всякое такое. Но блин, отель перекрыл вообще по эмоциям абсолютно всё, что было до этого. Сейчас просто офигенно здесь. Я сейчас прохожу по комнатам, покажу вам всё, что здесь есть, все ништяки, все расскажу. А план у нас такой. Мы сейчас через минут 10-15-20-30, как может быть и никогда. Потому что это отличный отель. Но мы идём на улицу. Здесь недалеко должен быть паб. Я не знаю, мы сначала в него пойдём или сначала пойдём на каток. Вообще, в приоритете каток. То есть мы хотим покататься на катке. Немножко, типа, физических нагрузок. Потом вернуться в отель. Помыться здесь. Отдохнуть. И пойти в паб. В пабе тоже посидеть некоторое время. Припить что-нибудь. Ну, это зависит от того, какой паб и насколько он крутой. И, ну, вообще, какого там. Атмосфера. А то вернуться сюда в ресторан. Уже провести здесь вечер. Отдохнуть. И потом, если ночью будет не холодно, сходить на главную ёлку. Мы здесь просто в пяти минутах от центра находимся. Просто выходишь на главную дорогу. Здесь две минуты дойти налево. И всё, ты в центре максимально. Ладно, давайте я вам покажу сейчас все ништяки, которые здесь есть. Первое. Когда ты заходишь сюда, тебя встречает вот такая вот гигантская, типа, зеркало. Вот главный вход. Вход по карте происходит. То есть, нужно не забыть карточку. Собольные сообщения дают. Здесь у нас, типа, зеркало, за которым находится, типа, обувь наша и всякие подставки для всего. Здесь у нас находится сейф, чайник, если вы хотите чай. Мини-пар. В мини-паре всё платно. То есть, вот эти вот все Jack Daniels, мартини маленькие. То есть, тут есть какая-то вода питьевая, минеральная. Какие-то вот такие вот ништячки прикольные. Я даже не знаю, что это. Такое ни разу в жизни не видел. Но, типа, оно есть. Это круто. Есть пиво, есть шампанское. Это всё потом по выезду оплачивается отдельно. Также, зацените, здесь толчок охуенный просто, блядь. Вот этот пол, он с подогревом. Знаете, как круто? Пол с подогревом. Это вообще неописуемая тема. Ну, бойлер, типа, тут душ. Вот это вот всё нам отель предоставил. То есть, мы ничего вот этого не покупали и даже не подумали об этом. Блин, ребята, вообще большие молодцы. Полотенца здесь есть, кстати. Здесь помимо этого есть, вам выдаются, не знаю, видно сейчас или нет. Короче, там есть халат и тапочки, вот чтобы здесь ходить тапочки. Ну и плюс какая-то ещё мишура, типа там, для себя. Также, вот, главная комната здесь. Ребята подогнали нам. Фанагорию мы сами себе купили. Это они подарили нам, типа, то, что Новый год, мы заехали. Хотя, может быть, у них постоянно такое. То есть, стаканчики, штопор, мандарина два, яблоко, водичка нам попить, шоколадки какие-то. И вот такое вот шампанское, наверное, я не знаю, что это, или вино. В общем, вот это самое оно. Да. Для вас от нас. Мелочи не играют решающие роли, они решают всё. Харви Маккей. Приятного прибора. Знать бы ещё кто это. Ещё есть такая штука, которая может, типа, записать свою рецензию на этот номер, на это место. Ставить его здесь, и ребята потом поймут, что им стоит улучшить, а что им стоит ухудшить. Также в номере есть музыкальный центр, который, по-моему, не нужен. Есть телевизор. Ну, если вы, типа, вечером отдохнуть хотите, или, типа, сегодня новогодняя ночь, кому-то, если нужен президент, послушать, то вы можете. Вот здесь вот внизу есть одна розетка. Сколько здесь розеток? Ну что, я только пока одну розетку нашёл. А, вон ещё есть. Ещё одна. В гостинице есть Wi-Fi. Ну вот, в общем-то, и весь отель. Сейчас, секунду, я покажу вам. Я лично сильно в отелях не был, и, как бы, я такого не видел. Сейчас я покажу вам. Такой классный коридор. Прикольно здесь как-то. Даже босиком ходить не стрёмно. Ну, краска. Вот тут не курить. Прикладываем наш ключ. И всё. Дверь открыта. В отзывах я читал, что, типа, здесь средняя шумоизоляция в стенах. Возможно, просто нам сейчас повезло, и никого нет у нас соседей. А, возможно, они подправили это дело. Уже по выезду в конце этого ролика я сделаю заключительное, как бы, мнение. Потому что сейчас это всё вау, блин, круто. Я ни разу не был в таких вот отелях. Был когда-то в детстве давно, но я вообще не помню, что там было. Здесь мне всё нравится. Кровать мягкая. Ну, и, типа, всё остальное нужно тестить. Пора быть тут некоторое время, чтобы сложилось какое-то впечатление. Еще напоследок вам сейчас покажу вид из окна. Ну, он, конечно, так себе, но... Что есть? Сейчас я вас отодвину немножко. Не знаю, что вы там увидели. Я ничего не увидел. Ладно, надо закрывать. Это холодно. Ну, как-то так. Вот, короче, первое впечатление я записал. Если будет сейчас еще раз что-то такое, что я захочу добавить, я скажу. И сейчас я переключаюсь вот на эту вот камеру, и поснимаю вам какие-то аспекты и мелочи всякие такие. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не готов к большим скоростям Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, типа, подумали, хватит. Ну, было, к Перу-то классно. Сейчас смешной случай случился, мы пока шли по улице, встретили монаха, но не бизнесмена, который потерял нам просто какую-то дичь свою о том, что, типа, вот вам бумажечка, типа, вот вам, вы ее взяли, там, почитаете потом, но, типа, не могли бы вы помочь с денежкой, хоть сколько, хоть копеечка, не важно сколько. Ну, естественно, я не стал ему ничего, блядь, ни давать, ни платить ни за что. В итоге, на что он сказал тогда, типа, извините, но мы за все эти бумажки отсчитываемся, верните ее назад, пожалуйста. И очень странный чувак прям, блин, максимально близко подошел, такой начал что-то втирать. Я сказал, что у нас духовные, вот, у этого англичане духовные глаза. Очень духовные глаза. Я тебе сказал, у меня англичане, но у вас очень духовные глаза. Да, он, самое забавное, что диалог он начал со мной на английском языке изначально. Подошел и попросил помощи, типа, и, ну, я ему ответил, что, типа, да, я разговариваю на английском, могу тебе помочь. А потом он сказал, что каким-то образом понял, что все-таки мы русский. Короче, это странно очень было. А сейчас мы ищем папу, чтобы засесть и похавать и отдохнуть. Вот такие вот дела у нас. Субтитры создавал DimaTorzok Короче, мы сейчас замутились. Зарезервировали столик, повезло, еще осталось одно место в залечь на дно в Гамбурге. И оно, оно будет только в 10 часов открытия у них. Соответственно, нам же туда же тоже до сети подходить. Единственное, что сейчас время 5. Еще 5 часов, так что мы отправимся сейчас в отель, отдыхать, кушать. Уже еще зайти где-нибудь все еды купить. В отеле уже увидимся. Мы пришли в отель, закупили еды немножечко. Отдыхаем сейчас, помылись. После катка вспотели немножко. А вечером, так как мы пойдем в паб, я решил, мы точнее решили, немножко помыться, отдохнуть. В отеле как бы все равно. Еще у нас 4 или 5 часов есть. Как бы делать абсолютно нечего сейчас. Включили телевизор. То, что там закупили немножко перекусить. Следующее включение уже будет поздно ночью. Ну, как поздно, в 10 вечера. Только вечер будет. Мы отправимся в залечь на дно в Гамбурге. Я там вообще ни разу не был. Я абсолютно не представляю, что нас там ждет. Но сейчас самое время, в общем, отдыхать. Так что я погнал. Можно я вхожу? Все, мы будем отдыхать. Вы, наверное, думаете, а зачем вообще на Новый год было куда-то ехать, если можно было остаться дома, там, наготовить всего. Хотя мы и так наготовили всего. А зачем нужно было как-то, типа, в соседний город? Ну, не так, чтобы прям очень. Возможно, причина вполне детская, с одной стороны. Но с другой стороны, блин, а если прокнет? Как Новый год встречишь, так и проведешь. И вот мы решили поехать в другой город, поехать в отель. И пусть это, как бы, супер соседний город, не так, чтобы далеко. Но все равно это мини-путешествие. И хотелось бы, типа, Новый год встретиться в путешествии, в отеле, в движении, в какой-то движухе прикольной. Чтобы потом, как бы, весь год так и прошел. Конечно, он, возможно, пройдет по-другому. Но, блин, это же круто, вот так вот сделать, а не иначе. Ну, вот просто хотелось. Уже тысячу было других обычных новых годов. Когда ты встречал его дома, почему бы в этот раз не попробовать встретить его вот так вот? Ребята, мы вышли уже из отеля нашего и дошли до залечь на дно в Гамбурге. Гуляем тут вокруг еще полчаса до захода туда. В принципе, можно, наверное, сейчас, но мы что-то даже не подходили, не узнавали туда. То есть, ну, надо просто зайти. А мне что-то не хочется. Хорошо, так на улице не холодно. Гуляется классно. А где вы залегаете на фото следующего года? Да. Хороший вопрос. На улице последний час бомбят жестко эти все фейерверки. Я не был ни разу в этом пабе. И, как бы, вообще мы его дико спонтанно нашли, потому что мы просто гуляли здесь, ходили, искали наш отель, потому что мы от него далеко когда-то ушли в поисках катка. А потом с катка шли какими-то окольными тропами до отеля. И просто случайно наткнулись на этот залечь на дно в Гамбурге. Там был номер, мы позвонили по нему, и нам сказали, что, типа, да, вы можете зарезервировать на сегодня столик. Мы очень удивились, что 31-го числа зарезервировали. Это что-то так повезло. Да, да, что же. Вот сейчас мы туда идем и узнаем, что там, какого, как. Да, и мы еще такие отчаянки сказали. Ну, блин, что ж мы заранее-то не зарезервировали столиками в отеле встретим. И, ну, случайно нашли, да, вообще, какого-то клевого. Да, это было очень круто. И вот мы уже подходим на эту улочку с пабами. Хотя отсюда не очень видно. Ну, короче, это, включение будет следующее уже из паба. Классно здесь. Классно. Знаете, вон несут твое, винишко твое. Скоро подойдут люди и не очень хочется при людям снимать себя на камеру. Поэтому, типа, давайте за Новый год сразу выпьем, чокнем из-за джаз. И я чокну с вами. А я с вами. И встретимся в следующем году. Поскольку мы выйдем отсюда, покушаем, отдохнем. И уже оценим это место. До Нового года и всех заступающих. Господи, какое говно. Чайник. Закушите вообще. Тебе нравится здесь? Да. Это сладко. Это когда люди едут. Вообще клево. Короче, мне нравится бар. Но вообще в целом прикольно здесь. Сейчас посмотрим, что по еде. О, вермут. Короче, делаем сейчас заказик. Какой-нибудь вкусной еды себе на вечер. И тусим здесь часов до 12, наверное. Подзаказываем еще еду себе и алкогольные напитки и так далее. Я не понимаю, я почему-то не нашел алкоголь в этой книжечке, в которой ты его нашла. А, там в самом-самом конце, да? Все, короче, типа, зановогодились. Вот тут Путин всех поздравил. Там в этих улицах, если вы видите. Мы, короче, обожрелись туда. Там уже все, короче, очень с чем-то зря взял виски. Это была пиздец ошибка. Короче, еда была дико острая. Но в целом я бы этому месту поставил 4 из 5. Потому что, ну, здесь душевно на самом деле. Да, атмосфера очень неплохая. Все было довольно-таки круто. Так что, всех с Новым Годом. Еще с вами сейчас встретимся, как говорится... На елку. На елку, может быть, сегодня, если все выйдет. Мы вышли из Паба только что. Он вот находится сзади меня, направо. И потом еще раз налево, неважно. В общем, мы отдохнули, как вы понимаете, отлично. Еда острая. Лично она в Гамбурге. Отличный Паб, неплохой. То есть... А сам я куда попсишь? Я поставлю 4 из 5. Потому что слишком много места, я считаю, для Паба. То есть, это уже как бы, ну, не Паб, это... Ресторан. Ну, ресторан или что-то типа того, да. И еда была, на мой взгляд, чересчур острое. То есть, на любителя. То есть, заказывают просто пиво, то под пиво и да, прям, вообще отлично зайдет. А сейчас время где-то без 20 сейчас. 2017 год. Между прочим, 1 января. Да, мы идем не в отель, а идем на центральную елку. Вот вам ночной биг бен красноярский. Какое есть, такое могу показать. Ну, это прикольно выглядит. Эта хуйня почти поближе подойдем. Слышу заморскую речь. Сразу понятно, что тут как стоять. Ну, да, неплохо, нормально. Довольно таки, блин, толстно. Я, кстати, думал, что центральная елка, которая вот сзади нас сейчас, я ошибся. Ладно. Думаю, в принципе, можно же покрутиться здесь немножко, а потом, ну, валить назад в отель. Ты как сейчас? Нормальный, я вижу. Вот вам, короче, новогодние елки. Какую вы смогли найти? Такую вот. Короче, ребята, я думал, я найду вам крутое место, где можно снять салют какой-нибудь. Но, походу, нет, походу. Сейчас, единственное, о чем я думаю, это сколько можно энергии заэкономить, чтобы добраться до отеля. Там опять биг-бэк, опять мы там, где мы есть, и мы идем в отель. Вот, как-то так вот. Дай-то бог, блядь, чтобы я сейчас увеличил на вот эту камеру изображение, и увеличить, что я смогу. А вот качество, увидите ли вы, что слева, по центру и справа ебашат сейчас фейерверки. Но, как говорят, в этом момент почему-то ни одного. Так, попрощаюсь до завтра, потому что что-то сил совершенно не осталось. Завтра, как бы, ну, расскажу эмоции по поводу бара, которые у меня остались. Как вообще себя я чувствую, если вдруг кому-то интересно. И самое главное, как отель для нас себя показал. Если вы видите, я тут видео начну погружать. Давайте подведем какие-то промежуточные итоги. Уже утром стало, через 3 часа, где-то мы уедем уже отсюда. Мы проснулись, помылись, отдохнули. Сейчас позавтракаем. В отеле завтракать не будем, потому что кушать, честно говоря, не хочешь. Вернее было довольно-таки жарко, и отдохнули вам славно. Новый год сбился, место классное, в которое мы ходили. Называется залечь на дно в Гамбурге. Еда очень острая. Довольно-таки дорогая и острая. То есть за 1000 рублей вам понадобится кикармскую миску. На видео я где-то снял ее. В этой миске полно мяса. И можно как бы питаться им, но оно все очень острое. Есть сосиски, есть курица, есть свинина, по-моему. И еще какие-то перцы, и салат с капустой. Это все очень-очень острое. Я заказал еще вискаре зачем-то. Я прям не хотел его заказывать, но зачем-то все он заказал. Джесс заказал себе вино. Потом мы заказали шампанское на Новый год, чтобы открыть его. И пока кушали, поняли, что вино и виски, это, конечно, что-то так себе. Я заказал себе пиво в Крикосске, чтобы тушить пожар, огненный джесс. Заказал себе сидр. Сидр и пиво довольно-таки годные по ценнику. Там есть крафтовое пиво, что-то в районе 250 рублей. Также есть обычное нефильтрованное пиво, бутылированное пиво. Все в районе 300-400 рублей за полулитра. Есть еще гамбургеры, там есть еще крузки какие-то, по-моему. Есть наггетсы. То есть, по еде, ну, довольно-таки разнообразное меню. Есть даже десерты. Но это все, опять же, стоит недешево. То есть, это рублей 500 за порцию. Ну, на мой взгляд, недешево. Хотя, этот па, он, как бы, я бы все-таки больше назвал рестораном, на мой взгляд. Потому что, как бы, места много. Столы есть повсюду, там есть и барная строка. Ну, как бы, такое. По поводу отеля. Отель классный, довольно-таки неплохой. Ну, он сам по себе четырехзвездочный. Мы ничего передать не будем. Как бы, для нас лично приятными были подарки. В виде там фруктов, шампанского. Очень классно, что есть всякие, там, тапочки, халатики. Что-то переодеться. Тарелочки, ложечки. Об этом даже, как бы, не думаешь, когда едешь. И хорошо, что они есть. Ну, вот, как-то так вот. Сейчас мы потихоньку, вот, оклемаемся. Выпьем чаечек. И пойдем на улицу. Я не знаю, там получится ли что-нибудь снять. Ну, и постараюсь. Почему бы нет? Возможно, что-то интересное мы найдем, увидим. И я не прощаюсь. Так, первое января. Время 11 утра. Мы в Красноярске выписались только что из отеля. Из отеля выписаться очень просто. И достаточно просто отдать ключ-карту от номера. Но это вообще не все. Можете уходить, если вы мне баром не пользовались. Мы вышли. Сейчас идем по городу. Просто пустота. Первое число. Все дома либо по барам, либо по клубам, либо еще неизвестно где. Но, короче, не, на улице. И все спят, отдыхают. Сегодня международный день. Минералочки, как я услышал по телевизору сюда. В общем-то, мы довольно-таки знатно отдохнули. Так что сейчас даже сил нет добраться до дома. Но мы собираемся с этими нашими силами, которых нет. И идем на автобус домой. И я просто понимаю, что потом у меня вообще не будет никакой ни капельки, ни желания, ни сил доставать камеру после того, как я из автобуса выйду. Так что попрощаюсь с вами здесь, вот в таком красивом месте. В общем, в центре Красноярска. Спасибо, что посмотрели. С Новым годом вас. Счастья. Типа всяких там благ вам. Подписывайтесь. Ставьте большие пальцы вверх. Комментируйте. Самое главное, комментируйте. Рассказывайте, как вы встретили Новый год. И пока.